Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем изучение Бога Духновенной Псалтири «Помяни Господи Царя Давида и всю кротость Его». И сегодня мы читаем 117-й Псалом. 117-й Псалом, он насчитывает 29 стихов, и он предваряет самый большой Псалом в Библии, Псалом 118-й. А ему, 117-му Псалму, предшествует самый маленький Псалом в Библии, 116-й, который насчитывает в себе только два стиха. Вот такая интересная композиция. Этот Псалом 117-й – это аллелуарный Псалом, хвалитный, потому что он имеет в надписании слово «Аллилуйя» по тексту Саптуагенты, по церковнославянскому тексту и по еврейскому тексту. И он начинает со словами «Исповедайтесь Господу, ибо он благ, и вовек милость его». «Да скажет сие дом Израилев, ибо он благ, и вовек милость его». И вот дальше идет чередование вот этих слов «Ибо он благ, ибо вовек милость его». Такое ритмическое чередование этих слов. Что значит «Ибо он благ»? Христос говорит «Никто не благ, как только Бог, как только Отец Небесный». Что значит «благ»? То есть абсолютно счастлив. Человеческое счастье – оно очень переменчивое счастье. А божество неподвижно в своем благостном состоянии. И подчеркивая это, мы видим собственную благость в божественном благостном состоянии. «Да скажет дом Аронов, ибо он благ, и вовек милость его». «Да скажут все боящиеся Господа, ибо он благ, и вовек милость его». Сначала Израиль, то есть весь народ, потом дом Аарона, священники, повозрастающие. А потом боящиеся Господа. И не важно, кто они, священники или миряне, но боящиеся Господа, они выше и священников, всех остальных верующих. «Ибо они трепещут перед именем Божьим, перед святыми заповедями его». «В скорби призывал я Господа, и он услышал меня, изведши на простор». Изведши на простор, по-славянски, в пространство по Феодориту Кирскому немедленно рассеял опасности. То есть на простор от теснителей «Господь мне помощник, и не убоюсь, что сделает мне человек». Действительно, если Господь сам помогает нам, то что может сделать человек, любой человек против нас? «Господь мне помощник, и я буду взирать на врагов моих», имеется в виду взирать на их падение, на их поражение, которое будет проистекать не от меня, но от Господа. «Лучше надеяться на Господа, нежели надеяться на человека». Действительно, при надежде на человека, на любого человека, мы можем обмануться. А надеясь на Господа, мы никогда не пережим посрамления. «Лучше уповать на Господа, нежели уповать на князей». Некоторые люди, они очень любят приближаться к представителям власти, и в этом они чувствуют как бы свою защищенность. Но в Писании сказано, не надейся на князя, на сына человеческого, в них нет спасения. Во-первых, положение каждого князя очень переменчиво. Сегодня он князь, а завтра упал в грязь. Тем более переменчиво положение каждого человека. Как сказано у пророка Исаия, «Перестаньте вы надеяться на человека, дыхание которого в ноздрях его». Поэтому вот этот призыв, неужели надеяться на человека, лучше уповать на Господа, нежели уповать на князей. «Все народы окружили меня, но именем Господнем я воспротивился им». Все народы имеются в виду, это и египтяне, и ферестимляне, и хананияне, и всякие другие окрестные народы. Как сейчас наша страна оказывается в таком кольце, недовольных народов и всякие военные базы подбираются поближе к нам. «Все народы окружили меня, но именем Господнем я воспротивился им». Вот в таком прочтении все народы — это бесы и демоны, которых мы разгоняем именем Господнем, потому что они трепещут перед именем Господа. Сказано, бесы веруют и трепещут. И когда, подвергаясь бесовским атакам, мы отгоняем их именем Господнем, то это очень эффективно. «Со всех сторон, по-славянски, обышедшие, окружили меня, но именем Господа я воспротивился им». То есть по-гречески как бы отвратил их удар, защитился от них. Это дословно с греческого. Двенадцатый стих. «Окружили меня, как пчелы сот». Причем тут пчелы сот. Сот меда, а пчелы сот. Имеется в виду, как пчелы, которые защищают соты меда. Вот здесь они более агрессивны. Так и эти демоны и бесы, когда набрасываются на нас. «И разгорелись, как огонь в терниях, но именем Господнем я воспротивился им». «Незринутый я готов был упасть», то есть в противостоянии с этими бесами и демонами, «но Господь поддержал меня». Иногда Господь приходит к нам на помощь именно в момент, когда мы уже падаем или уже упали. Тогда возникает вопрос, а почему он раньше не пришел на помощь? И отцы говорят, Бог попускает нам впадать в грехи, уходить от Него, удаляться от Него. Но Бог делает это с одной целью, чтобы мы поняли, что мы не можем жить без Него. «Незринутый я готов был упасть, но Господь поддержал меня. Крепость моя и пение мое Господь, и Он был мне спасением». Господь есть та настоящая крепость, пребывая в которой мы защищены. В каком смысле? Его имя есть крепость. В Ветхом Завете сказано, имя Господня – крепкая башня, крепкая башня, и правильно делает праведник, когда укрывается в день. «Крепость моя и пение мое Господь», то есть вот это имя Господь, это как башня, в которой мы прячемся, «И Он был мне спасением», то есть укрывшись этим именем, мы чувствуем себя безопасно. «Глаз радости и спасения в селениях праведных десница Господня явила силу». Глаз радости и спасения в селениях праведных десница Господня явила силу, то есть ни один человек имеет опыт такой защиты, целое селение праведных наслаждаются Божьим прибежищем. «Десница Господня возвысила меня». А чем Господня десница отличается от Господней шуицей? Считается, что десница Господня это то, что нас оправдывает, а шуица Господня — это то, что нас обвиняет. Как в день суда Господь отделит овец от козлов и одних поставит одесную себе, других – ошую. Бог в этом мире, я уже как-то об этом говорил, в понимании некоторых богословов, Он действует как бы двумя руками. Это такой антропоморфизм. И одна рука правая, она все время говорит нам «да», а левая всегда говорит нам «нет». Потому что в заповеди Божии есть повелительное, что надо делать — «да», есть в заповеди запретительное, что нельзя делать — «нет». И богословы считают, что в божественном «да» всегда есть частичка от божественного «нет». То есть, если Господь нам что-то разрешает, Он что-то и запрещает для нас. А в божественном «нет», в божественном наказании, несогласии с нами, с нашим образом жизни, если божественное — «да». Он это делает, строго расправляется с нашими грехами ради спасения наших бессмертных душ. Десница Господня возвысила меня, Десница Господня явила силу, не умру, но жив буду и поведаю дела Господни. И в древнехристианские времена был целый такой жанр, когда люди свидетельствовали о тех чудесах, которые Господь створил в их жизни. «Научая, наказал меня Господь, смерти же не предал меня». То есть Господь не просто нас наказывает, но Он преследует некую педагогическую цель. По-славянски наказуя наказа, как родители детей воспитывают, учат, а иногда и наказывают их. То есть божественное наказание, оно не имеет целью само наказание, а наше исправление. Как и сказано, кого Бог любит, того и наказывает. «Смерти же не предал меня. Отворите мне врата правды, вошедши в них я исповедуюсь Господу». И это врата Господни праведные войдут в них. Феодорит Кирский настаивает на том, что с видимым храмовым служением Богу псалмопевец соединяет духовное служение праведную жизнью. Отворите врата, то есть святого храма, и праведные войдут в них. То есть если врата храма открыты, это не значит, что все могут заходить. Да, теоретически заходить могут все, но законным образом это делают только праведные. праведные войдут в них. Как и к святым дарам, теоретически может любой человек приступить, но с точки зрения церковного понимания правды Божьей, и с точки зрения Писания, кто ест и пьет, не рассуждая о теле и крови, тот ест и пьет в осуждение, поэтому многие болеют и даже умирают. Это врата Господни, праведные войдут в них. «Исповедуюсь тебе, ибо ты услышал меня, и был мне спасением». Камень, которым пренебрегли строители, он стал во главу угла. От Господа было это дивно в очах наших. Камень – это Христос, которым пренебрегли строители. Строители – это иудеи, иудейский народ, который первый народ начал осуществлять домостроительство спасения. Но он стал главой угла нового здания, здания церкви, которое состоит из иудеев, из эллинов, из варваров, из скифов. От Господа было это дивно в очах наших, что через падение и упрямство от них Господь чудесным образом, дивным образом обращает многих. То есть неприятие иудеями Христа оборачивается тем, что многие народы принимают Христа, как апостол Павел пишет, что через их падение, то есть падение иудеев, спасение многих. «Сей день сотворил Господь, возрадуемся и возвеселимся в оной». Давайте посмотрим, как это по-славянски. «Сей день Его же сотвори, Господь, возрадуемся и возвеселимся вонь». Для русской истории это очень знаковые слова. Когда была Куликовская битва, то князь Дмитрий Донской, одевшись в обычную одежду, воина, без княжеских отличий, участвовал в бою, был оглушен палицей, и после битвы его нашли, привели в чувство, и он спросил, кто победил. Ему сказали, Русь победила. И тогда он осенил себя крестным знамением и воскликнул эти слова. «Сей день Его же сотвори, Господь, возрадуемся и возвеселимся в оной». Но это день нашего спасения, а день спасения это не вчера и не завтра, это сегодня и сейчас, как Христос говорит, довольно для каждого дня заботы своей. «О Господи, спаси же», то есть сегодня и сейчас, «О Господи, поспеши же», потому что мы не знаем, а есть ли у нас завтра, «Благословен грядущий во имя Господне». Так приветствовали Господа Иисуса Христа при его входе в Иерусалим. Смотрите Евангелие от Матфея, 21, 9, это мессианский стих, «Благословен грядущий во имя Господне» — это Сын Божий. А в каком смысле Он грядущий во имя Господне? Он говорил то, что слышал от Отца. Он пришел не во имя Свое, а во имя Отца. Во имя Свое придет Антихрист, а Сын Божий действовал по воле Отца. «Благословен грядущий во имя Господне». «Благословили мы вас из Дома Господня». То есть Христос, войдя в храм, начал учить и первое наставление в вере Он преподает будущие 12-летним отроком в храме. «Бог Господь явится нам». Явился нам по-русски. Соберитесь на праздник многолюдными толпами, по-славянски «воучающих» по-гречески «составьте торжество» это Феодорит Кирский предлагает такое прочтение, чтобы стеснившееся множество народа достигло до жертвенника. И, кстати, в Мишне передается такое свидетельство о Божьем святилище, о Божьем храме, что в нем было тесно стоять, но просторно кланяться. Вот такое чудо. Это одно из чудес храма. Первое чудо, над ним висело осеняющее облако, на бойне, где заколали животных, никогда не заводились мошки, в храме было тесно стоять, но просторно кланяться. С точки зрения физики движения тел это объяснить достаточно сложно. «Бог Господь явился нам, соберитесь на праздник многолюдными толпами, доходящими до рогов жертвенника». То есть до того момента, куда только и могли дойти миряне. «Ты Бог мой, молится псалмопевец, и я буду славить тебя. Ты Бог мой, ата элокейну, ты Бог мой, и я буду превозносить тебя, буду исповедаться тебе, ибо ты услышал меня и был мне спасением». Господь слышит наше исповедание, наше покаяние и принимает его, если оно совершается искренне, из глубин наших сердец. И окончание этого псалма, стих 29, «Исповедуйтеся Господу, ибо Он благ, ибо вовек милость Его». Мы готовы исповедоваться Богу в наших грехах, в наших преступлениях, упывая на то, что Он благ, ибо вовек милость Его. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok